Помните, мы обещали вам, что появится у нас в 10 часов утра красивая, умная, талантливая, светлая, яркая девушка по имени Анны Калашниковой? По его знам столько, что мы ослеплены практически все с утра пораньше. Аня, как тебе удается? Аня, доброе утро, спасибо, что пришла. Спасибо, что преодолела вот то, что ты преодолела сегодняшним утро здесь, недалеко от нашего офиса. А вы знаете, когда ты все это преодолеваешь и приходишь сюда, и тут столько приятных, позитивных эмоций, мне кажется, это самое прекрасное утро. Аня, у нас сегодня так много общих, у меня тоже просто, пока я пыталась попасть вот сюда, в студию телерадиоканал Страна ФМ, Фура перегородила мне дорогу, я там, правда, с ними ругалась, бежала через сугроб, но я-то ладно. Вот я тоже так же. А ты вот такая утонченная, в таком платье, на каблуках, и тоже через сугроб по колено. Пришлось бежать через сугроб, потому что Фура, ругайся, не ругайся, она буксовала настолько, что она вперед, ее тянет назад. Но тем не менее, я успела, слава богу, я очень рада всегда общению и с вами, ребята, вам всем доброе утро, и, конечно же, с вашими слушателями. Вот так. Давайте этому нехорошему человеку, в смысле, который там буксует до сих пор, да, еще, может быть, не будем посвящать много времени. Кстати, водитель оказался очень приятным человеком, несмотря на то, что он плохо говорил по-русски, он понял, что мне очень важно. Но сделать ничего не смог, да, вот это все? Но он говорит, вот обходите, и все, и действительно сугроб. А как он мог оказаться неприятным человеком? Он увидел Анну, он просто обомлел, и говорит, ангел лучезарный в моей жизни. Так это же калашников. Так это же калашников. Так, Ань, вот пока ты там через сугроб, так сказать, продвигалась, у нас звучала песня «Без макияжа», «Летняя», «Солнечная», «Легкая». Я так понимаю, что это новая работа. Да, это одна из последних моих работ, презентация была в октябре, но так получилось, что песню мы выпустили еще летом, а клип сделали презентацию в октябре. Ну, знаете, осенью так нам не хватает витаминчика «Д», особенно сейчас, зимой, когда просто, мне кажется, наша страна, наша Москва превратилась в какой-то горнолыжный курорт, потому что ни дорог, ничего нет, и так хочется вот солнышко, лето, поскорее бы весна уже. Поэтому песня, она такая, мне кажется, позитивная и в то же время о любви. Слушай, ну витаминчика «Д» нам и летом иногда не хватает, чего уж там, да, и сатайчик, конечно. В нашем московском лете у нас всегда дефицит, поэтому я считаю, что надо компенсировать это творчеством, тем более, что так приятно. Недавно проводила опрос в своем инстаграм, и говорю, ребят, какие песни слушаете, там, в такую зиму, да, вот такой вот у нас январь холодный, снежный, пишут многие, что вот без макияжа как раз-таки, потому что она солнечная, с первых аккордов, такие творческие, теплые мысли, шум прибоя, море. Я все хочу про клип спросить, понимаешь, потому что песня это хорошо, а видеоряд-то он заслуживает отдельного внимания. Где ты в песок падала без макияжа? Ну-ка, расскажи. Все этого ждали, на самом деле, но песочек там точно есть, песочек там точно есть, на самом деле клип абсолютно отличается от песни. Хотела сделать такой социальный юмор, все дело в том, что там очень коварная девушка запланировала операцию у своего молодого человека, украсть машину. Ну, у нее это получилось. Получилось? Ох, какая это все, а поет так отвлекает, понимаешь? Ну, а как иначе? Слушай, Аня, а где снимали все это дело? Все дело снимали в Москве. Нам хотелось сделать такой универсальный, интересный город, стилизованные персонажи, каждый в своем образе, скажем так, не совсем реальность. Немножечко там и американские у нас, шериф, и какие-то там всякие мороженицы. Кстати, очень много актеров снималось, около 20 человек, там и массовка, и актеры. Алексей Лемар, самый главный герой наш, за которого борются нанятые мной и девушки. И были новые актрисы, главные героини, которые впервые снимались в клипах, впервые делали такую вот актерскую работу. С ними нам было немножечко тяжеловато, но потом, когда они разошлись, это все полетело. Получилось великолепно. За кадром, да, и, конечно же, Алексей Лемар, это всеми любимый Гоша из универа. Гоша из универа снимался в клипе, ну-ка, что он там делал, ну-ка. Главную роль, главный герой наш. Он был очень такой. Он был очень такой. Он разделяет нашу восторгу, он сидит какой-то. Нет, нет, я просто скрипел, я знаю, что он там делал. А я вот, знаешь, я занималась чем-то другим. Не смотрели универ? Нет, нет, я смотрела универ. Нет, я так понимаю, что он смотрел универ. Я знаю, что он есть. Он не смотрел, но все знает. Как же так? Это такой очень культовый персонаж. Но на самом деле мы с Алексеем очень давно дружим, и это его первая и пока что единственная работа в клипе. Вот, эксклюзив. Да, это был эксклюзив. И когда я ему предложила сценарий, он сначала, так как все пафосные актеры, ой, ну не знаю, я посмотрю, ну дайте мне сценарий, я посмотрю. Он прочитал сценарий, как-то поразительно быстро я получила ответ, говорит, «Анька, делаем, потому что песня бомба». И вот он на самом деле очень долго потом рассказывал всем и нашим знакомым, что он не слушает попсу, он слушает совсем другую музыку, да, ориентирован на другие страны музыкальные. И он говорит, вот эта вот песня, когда он послушал, настолько позитивная, у него она даже есть в плейлисте. Слушайте, ну такой отзыв дорого стоит, да? И когда, да, ему скинул сценарий, он даже ни одной доработки не добавил. Он говорит, блин, ну ты вообще круто тебе придумала. А я специально подобрала под него, под его харизму, жанр комический, и подумала, что в этой роли ему будет очень органично себя чувствовать. Так, я прошу прощения, ты подобрала, то есть ты сценарий писала, клипы? Мы делали совместный сценарий. Почему так долго не могли снять клип? Потому что очень много было бригад, которые предлагали свои сценарии. Я так нащупывала, нащупывала, и все равно чувствовала, что что-то не то. И в итоге так получилось, что я рассказала себе свои идеи, которые у меня были в голове другому режиссеру, Светлане, и она сразу же мне выдала на следующий день, буквально в эту же ночь, сценарий, я смотрю, читаю и понимаю, это то, что я хотела. То есть я говорю, все, ребята, работаем. Слушай, а Гоша из универа не сказал тебе, слушай, Анька, ты такая классная, пошли к нам тоже сыграешь что-нибудь. Ты вообще как вот к работам в кино тяготилишь немножечко? Вы знаете, я вообще начинала с кино, то есть с 17 лет я уже снималась, и закончила у меня два актерских образования, российско-американское, и очень много лет посвятила кино, но у меня всегда было желание все-таки реализоваться больше как певица, и я с удовольствием, если буду приглашаться, очень рада. Меня периодически приглашают какие-то небольшие роли, там, яркие, я всегда с огромным удовольствием. Нет, у нас вот прописано, что мы знаем, что ты актриса, мы знаем, что ты как бы уже неоднократно работала в фильмах, я просто вот как раз-таки хотела этот вопрос задать, что важнее для тебя, музыка или кино? Вот если, допустим, скажешь, выбирай, Аня, либо так, либо так. Ой, очень сложно разделить, но давайте немножечко расскажу о себе. Я шести лет пою и пишу песни, вот как только научилась что-то записывать, у меня куча дневников детских, наверное, все-таки то, чем ты занимаешься с таких малых лет, это, наверное, самое главное, но тем не менее, мне кажется, самое приятное — совмещать два интересных дела. Мне очень хотелось бы принять какое-то участие в мюзикле, например, сейчас, кстати, этот жанр. Когда я об этом мечтала, было очень маленькое, в России он был невостребован, поэтому я думала, так, мне нужно какую-то другую страну, я улетела в Америку. Ну, сейчас-то, благо, возможности огромное количество, а мюзиков у нас просто море. А сейчас у нас возможности огромное количество и музыкальных фильмов, и мюзиклов, и очень много постановок интересных, поэтому, поэтому, поэтому не надо делить на красивый ум, но не надо разделяться, надо все совмещать. Слушай, а вот вообще вот просто, ну ладно. А у нас 10 секундчик осталось буквально. Ну, тогда прервемся, а потом уже. Прервемся и продолжим очень скоро, друзья, у нас. Спасибо, Валерий, кстати, что ты не задаешь все время вопросы, и мне оставляешь слова. Я сижу, смотрю на Нану Талашников, восхищаюсь, я отдыхаю на работе практически. Следующий, выпоминаю, что такое Гоша из Универа, мне кажется. Скоро вернемся, друзья, доброе утро. Утро страны. На телерадиоканале Страна ФМ. А я узнаю, что сейчас у Кутузова кровь закипит, потому что я обещала молчать, но молчать не буду. Не буду, не буду я молчать. У нас совместный вопрос, который мы уже обсуждали за эфиром. А, не хотим спросить, вот песня Добилана звучала у нас в сборной России, называется она так, да? Это же не просто так, это же мотивационная песня какая-то. Специально к какому-то случаю она была написана из-за этого, правда же? К Олимпиаде в Бразилии. Я собрала ребят из разных телепроектов, из «Голоса» и так далее, и так далее. Там даже шериф нам всеми любимый поет. И говорю, ребят, нужно поддержать нашу сборную, давайте выпустим песню. Мы буквально за одну ночь записали ее, и за еще парочку дней нам ее там все сделали. И выпустили ровно в то время, когда началась Олимпиада в Бразилии. Это было ночью. Как сейчас помню, два часа ночи мы ее запустили везде, в наших соцсетях, везде-везде-везде. Потому что вы помните, какой был сложный период у нас тогда, сейчас у нас еще хуже. Да, 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 который никак не заканчивается. Да. И нам очень-очень хотелось, чтобы наши олимпийцы показали максимальный результат, те, которые доехали на Олимпиаду. И, конечно же, было очень жалко пара Олимпийцев, поэтому эта песня такая гордость, бодрость. И сейчас я хочу переделать ее к чемпионату мира, уже записать с футболистами, снять клип про наш футбол, потому что мы страна, которую принимаем, и я патриот, очень люблю и спорт, и свою страну, и хочу ее показать в новом ключе. Слушай, круто это здесь получится. Кстати, будет еще один повод для того, чтобы нам с тобой здесь у нас увидеться. Слушай, мне нравится. Вы же будете транслировать и наверняка обсуждать самые горячие новости чемпионата. И, конечно же, наверняка... Поклонники Анны обрывают телефон. Я что хотела сказать? Я хотела сказать, во-первых, что Аня, она вообще такой энерджайзер. Она все время организовывает какие-то движухи. Она идет, идет и говорит, а давайте-ка, а вот давайте вот это. И все говорят, давай, Аня. У меня с этим есть вопрос, который я задам чуть-чуть попозже, потому что мы сейчас же хотели же попеть живьем. О, еще движуха, ну. Аня, расскажи, какая песня будет прямо сейчас? Песня называется «Его звали май». Те поклонники, которые меня любят и знают, они помнят, что май для меня очень особенный месяц. И вы знаете, так получилось, что в прошлом году, в начале года, мне подарили эту песню. И сказали я... ну, сказали так, что эта песня точно должны исполнить вы. Я ее послушала, очень долго думала, но потом все-таки решила, что такая песня должна быть в моем репертуаре, и вы сейчас ее услышите. Живьем! Ну, давайте поехали, давайте слушать. Анна Калашникова у нас в гостях. Этот город из грез, но немногое сбудется. И такая бессонница, если ты не со мной. Что и было всерьез, то однажды забудется. Но все лучшее я возьму в это лето с собой. В новый день, новые сны, после нежной короткой весны, где я, где мы. Его звали май, он пришел, как сон, мое сердце верное. Его звали май, отдала его, я ему поверила. А его лучи сердце обожгли, и пропал он в сот плеском зари. Его звали май, он ушел, как сон, и не сказал прости. В этом городе грез, все мечты не случайные. Но такое желание, все по новой начать. Мой ответ на вопрос, замедляя дыхание. В твоем сердце останется Этой песне звучать В летний день, в летние сны, После нежной короткой весны, где я, где мы. Его звали май, он пришел, как сон, мое сердце верное. Его звали май, отдала его, я ему поверила. А его лучи сердце обожгли, и пропал он в сот плеском зари. Его звали май, он ушел, как сон, И не сказал прости. Его звали май, он пришел, как сон, мое сердце верное. Его звали май, он пришел, как сон, мое сердце верное. Анна Калашникова у нас в гостях, Анечка. Большое спасибо, это свершилось. Слушай, круто, 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 круто. Здорово, здоровая песня, классная такая. Энергайзер. Ты знаешь, мне кажется, что я сейчас выйду во двор, а там и нет никакого снега. Там сирень цветет. Там сирень, мая. Слушай, потрясающая песня, мне очень она понравилась. А клип, клип, клип? Клип, клип, клип. Мы сделали прекрасный такой видеоряд из бэкстейджов, различных съемок. Но вот так получилось, что мы не успели снять клип. Я думаю, что как раз-таки к этому маю можно уже заняться. Ну, как мне не долго. Слушай, у нас минуточка, я хочу задать тот вопрос, особенно после вот этого пения, которое сейчас состоялось. Ты, почему, почему в 10.34 у тебя такое огромное количество энергии? Что ты делаешь? Какой раз, что ты делаешь вообще? У меня немножко сиповый голос какой-то в 10.34, но количество энергии, вы знаете, мне всегда очень приятно. Общение со своими поклонниками и с вами в том числе. Потому что, мне кажется, творчество, это неистекаемый источник энергии. Я встала сегодня гораздо раньше, чтобы с моим педагогом прорепетировать. Да ладно. Потому что у меня такой немножко осипший голос. Она сказала, ничего, все будет хорошо. Но, надеюсь, вам понравилось. Очень круто. Слушай, потому что многие артисты, которых мы очень сильно любим, уважаемый, ждем, всегда приходят. И, ну, большая их часть говорит, как вы встаете? Я не могу, мне глаза не открываются. Или говорит, мы утром вообще не можем петь, мы вообще не в голосе. Кстати, это для многих действительно сложность. У меня тоже почему-то вечером голос лучше работает. Но я думаю, что ради такого можно и спеть утром. Тем более, что песня, она, мне кажется, заряжает позитивом, несмотря на то, что там есть грустные ноточки. Ты скажи, пожалуйста, вот твой голос, твои песни, где можно сейчас услышать? Альбом, сборники, iTunes, где? Я буду очень нескромная, наверное, но можно услышать везде. Все, что существует, и iTunes, и Google Play, и все-все-все-всякие системы, где можно скачивать, покупать и так далее. Можно сделать рингтон. Кстати, у меня у самой постоянно рингтоны своих песен. Ну, вот так вот. И, конечно же, сборники. Мне очень нравится такой формат. «Союз» они постоянно выпускают. И новый «Союз 61» вышел. Там тоже можно услышать мои песни. А какая песня по поводу? Так не бывает. И его с Мали Май. Там разные форматы сборников. Да, у них есть сборник, где MP3-шки, и где, скажем так, много-много всего. Есть короткие сборники. То есть покупайте оба, я вам советую, и слушайте мои песни. Или скачивайте, очень удобно, можно машину закачать. Ну, или можно иногда включить страну FM и послушать, как Анна поет живем. Распространяются они везде, так что очень удобно и на заправках, и в различных магазинах, и в интернет-магазинах. Тут у нас вопросы есть, правда, без подписи, но все равно интересные вопросы. Аня, расскажи о своих ближайших планах. Возможно, планируешь какие-то дуэты? Да. То есть человек как бы уже осведомлен, как будто бы, а мы еще нет. Может быть, это человек, который мечтает с тобой сделать дуэт, но пока не удается. А поэтому и не подписался. Да, да, да. Смех смехом. На самом деле, я очень верю в коллаборации, это модное сейчас слово. Вот так песня образовалась, так не бывает. Мне предложил ее спеть совершенно для того, тогда мне не очень известный рэпер. Я послушала песню, песня мне очень понравилась. Я говорю, а, давай действительно попробуем. И песня действительно очень хорошо зашла. Так не бывает. Мы еще не показывали клип, мы выпустили клип. И в данный момент мы работаем уже над одним дуэтом. Это Андрей Ковалев. Это моя инициатива, мне очень понравилась песня. Я нашла ее, и я просто долго думала, с кем бы, кто бы подошел по голосу. А так как у Андрея Ковалева, он делает такой вот тембр. Ну, вообще мужчина очаровательный. И вот он в роковом стиле. Это будет рок-поп. Очень красивая, лиричная песня. Это будет действительно медленная песня, потому что в моем репертуаре пока всего лишь одна медленная песня. Мы делали много лет назад дуэт с Эдом Шульжевским. И второй дуэт планируется с Вахтангом. Ух ты! Бомбоксером. Вы знаете, у него такие клевые последние песни. Он вообще клевый сам. И когда он мне это предложил, так получилось, что в декабре мы виделись на мероприятии уже под конец года. Он говорит, Анечка, я сейчас там улетаю. То-сё, ты, наверное, тоже улетаешь. Всё, вот прилетаем, давай заниматься песнями. И вот он буквально прилетел пару дней. Я говорю, так, ну чего? После отдыха не пропало желание? Говорю, где песни? Давай показывай. Говорю, нет-нет-нет, всё. Но там он сам придумывает, сам креативит. И для меня это ещё загадка. Он говорит, ты увидишь, будешь приятно удивлена. Это ближайшие дуэты. Ну и, конечно же, я работаю над своими сольными треками. Потому что мы идём к первому альбому, к завершению первой работы над первым сольным альбомом. Но ты же пишешь песни, правильно? Да, я пишу песни. Анечка, вот первый, про который ты говорила, дуэт с Ковалёвым, да? Он уже записан? Когда его ждать поклонникам? Вот на самом деле я хотела сегодня сделать сюрприз и исполнить эту песню. Но немножечко заминка, там, всё-таки сырой продукт. Я считаю, что очень хотелось мне, там, прям, но мои студийчики, там, говорят, нет, нет, ты ещё не готова. Значит, ещё придёшь. Я могу, конечно, акапеллу напеть, но это, наверное, будет не то. Ой, не-не-не, ну давай попробуем, если есть желание. Это будет, наверное, не то. А мы можем сейчас, нет, или у нас уже, или надо песенку запустить сейчас? Да, давайте уже песенку распили. Есть, давайте. Тогда подклад нам убирайте сейчас потихонечку. Ага. Так, мы прям будем, там, вся. Прямо акапелли. Четыре стручки прям, да. Хорошо. Секундочку. Эксклюзив на телерадиоканале «Страна.ФМ» от Анны Канбас. Эксклюзив на берегах любви. На берегах любви. Может, в чём-то виновата, может, в чём-то неправа, только без тебя я не могу прожить и дня. Может быть, душа устала вновь скитаться за тобой, но я верю всё же в вечную любовь. Но я верю всё же в вечную любовь. А берега нас разделили. Я жду тебя на краюшке земли. Но мы с тобой теперь чужие. Стоим на берегах любви. Анна Калашникова у нас сегодня в гостях. Друзья, Анечка, большое спасибо. Круто было. Аня, скажи, пожалуйста, короткий вопрос. Тебе важно, чтобы в основе песни была история, которую ты сама прочувствовала? Вот пережила что-то на основе личной жизни было? Какие-то события именно с тобой произошли? Или, в принципе, ты легко воплощаешься в придуманный образ, ну, кем-то, каким-то другим автором? Ты знаешь, такой сложный вопрос сейчас, как актриса начну грузиться. Честно говоря, очень много есть техник. И когда я жила в Америке, занималась театральных различных педагогов, в театральных студиях, там есть одна из техник, когда это очень важно, переложить ситуацию на свою личную жизнь. Это как раз-таки Ивана Чабак, да, очень известная. Но когда я уже начала работать и попробовала другие техники, я поняла, что не всегда творчество должно связано быть с личной жизнью. Можно взять какой-то интересный пример или образ и донести его людям. То есть через песню можно общаться со зрителями, с твоим слушателем, доносить какие-то мысли, тепло, чувства. Но когда я пишу сама песню, мне, конечно же, всегда пишется о чем-то своем. Но не стараюсь это все завуалировать, чтобы не обязательно... Иногда не хочется обнажать все, прям всю свою душу, все свои какие-то переживания. Хочется их в какую-то форму, удобоваримую для людей. Потому что иногда это настолько... Я по знаку близнецы, и у меня, мне кажется, все-таки присутствует... Борешься. Борюсь. Ребята, у нас минуты осталось, вопросов так много, что прям вот я хочу задать. Так, давайте коротко. Здравствуйте, скажите, как вам удается совмещать творчество и бизнес? И тут еще один вопрос, вот именно про бутики спрашивают. Слушай, мы про концерты еще должны успеть рассказать минутку у нас. Да, у меня есть магазин одежды, очень много лет. Нравится совмещать, так что всех приглашаю к себе. О, то есть ты еще прям на стиле, да? Молодец, молодец. Ну все, Валерия, собираемся. Подожди, подожди. Давай еще задать самый главный вопрос. Я очень хочу пригласить всех, конечно же, пользуясь случаем. Ну, не знаю, ребята, конечно, будут работать, наверное, 14 февраля. Это День влюбленных, я предлагаю всем, кто будет в Абхазии, я буду впервые там встретить его со мной. Город Ачамчира, там будет очень много абхазских звезд, ведущий Леван Тодо, и я, мой сольный концерт. Слушай, потрясающе. А также город Ростов 16-го числа и 17-го город Липецк. Следите за афишей в моем инстаграмм. Анна Калаш, очень коротко. Анна Калашникова, сразу я выхожу. Мой сайт аннакалашникова.ру или аннакалашникова.ком Фейсбук, ВКонтакте, Твиттер, что угодно. Везде есть эта информация. Следите за афишами, и всех буду ждать, и буду очень рада разделить с вами эти дни. Так, ну что, время-то пролетело. Ну, как-то бы истреблялся. Хотелось бы еще, а времени нет больше. Какой-нибудь коротенький вопрос. Спасибо тебе большое. Просто скажите спасибо, да, за то, что ты дошла. Приходи к нам. Друзья, Анна Калашникова была с нами этим утром. Спасибо еще раз, Аня. Хорошего тебе дня. Приходи ждем.